Всем привет, я Дина и добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вернуться на YouTube, я уже где-то месяц ничего не снимала. У меня за это время накопилось кучу новостей, куча всего произошло, поэтому все расскажу вам по порядку. Но сначала, конечно же, начнем со всех моих новинок и новых любимчиков, которые у меня появились за последний месяц, пока меня здесь не было. Если вы смотрите мои шортсы, то вы видели, что пару дней назад я ходила в бутик Hermes с моим сыном и кое-что я там прикупила. Также уже могли видеть распаковку, которую я тоже сделала в одном из шортсов. Но если вы пропустили это видео, то сейчас покажу. В общем, если вы еще не видели в моем шортсе, то показываю мою новую кроссовку. Кроссовку? Красотку. Эта модель называется Constance, Constance 18. Она обычно приходит в двух размерах, 18 и 24. Для меня 22 немножко большеватая, хотя тоже классная вместительная сумка. Я хотела именно этот размер и, соответственно, он у меня был в виш-листе. Я своей сейл-соусси говорила, что в основном я хочу нейтральные цвета, потому что их все-таки гораздо легче стилизовать, они внесезонные. И, конечно же, она сказала, что я понимаю, что это не совсем то, что в твоем виш-листе. Я просто хочу тебе показать, чтобы ты первая это увидела. И когда я ее взяла в руки, потрогала, примерила, смотря на то, что это не совсем нейтральный цвет, как вы видите, мне очень, прям очень нравится эта сумка. И на самом деле ее будет достаточно легко стилизовать. Сейчас объясню, почему. Здесь класс, как видите, необычный. Он из трех экзотических кож. Это Lizard, Alligator и Crocodile. И поэтому здесь микс таких вот цветов. Я примерила, очень красиво смотрится и с полностью белым аутфитом, и с полностью черным, и бежевым. И даже сейчас с этим топом. Сегодня я выходила с синей такой, королевской синей рубашкой, синих джинсах, черных тапочках. И с этой сумкой тоже выглядело все очень красиво, очень гармонично. В общем, по этой причине я моментально согласилась взять эту сумку. Это очень функциональная, удобная сумка, потому что ее можно носить вот так вот на плече. А можно сделать длинный ремешок и носить как кроссбадди. Я думаю, что эта сумка теперь будет моя go-to сумка. И однозначно это будет сумка лета 2024. Пойду проверю мясо, а то будет обидно, если оно сгорит. Итак, второй айтем, который я взяла, это вот эти вот тапочки. Вы, наверное, их уже видели на просторах инстаграма, ютуба, тиктока. Я тоже долго засматривалась и наконец-то решила себе приобрести. Я изначально хотела белый цвет, но моего размера в белом цвете не оказалось, поэтому я была в принципе не проще и черных. Теперь я хочу эти тапочки в абсолютно всех цветах, потому что я их уже поносила. Они мне очень нравятся, они очень удобные. И если та сумка, эта сумка лета 2024, то это тапочки лета 2024. Мы вообще-то собирались лететь в Палм-Бич всей семьей снова на неделю. Но в последний момент эта поездка отменилась, чему я очень рада. С одной стороны, я бы увидела свою подружку Алису, которую вы, кстати, могли видеть в позапрошлом, кажется, влоге из, опять же, из Флориды. Но у нас сейчас кое-что происходит. У нас большие перемены и нет, я не беременна. Мы меняем место жительства. Даже не знаю, с чего начать. В общем, последние несколько месяцев я просыпаюсь и у меня одна и та же мысль, что как будто я где-то застряла. Я смотрю по сторонам, смотрю на эти стены. И не поймите неправильно, эта квартира офигенная. Когда к нам приходят гости, они просто теряют голову, потому что у нас шикарный вид. Я не неблагодарный человек, я очень даже ценю все, что у меня есть. И я прекрасно, отчетливо понимаю, что это нереально красивая, хорошая квартира. Но как будто я готова к чему-то новому. Я сейчас в процессе продажи практически всей мебели, которая у нас есть. Причина, по которой я сейчас сижу здесь и снимаю разговорное видео, а не в нашей спальне или во второй комнате, где я обычно это делаю, это потому что вторая комната сейчас просто полна боксами. Там сейчас нет ни одной мебели. В нашей спальне я продала кровать, поэтому мы сейчас спим на временной айкиевской кровати. Что, конечно, ничего в этом нету плохого. Есть кровать и матрас, это уже хорошо. Есть крыша, еда, вода и тепло, это уже хорошо. Но, наверное, это даже про внутреннее состояние. Когда вы живете практически на коробках, и ты как будто даже не хочешь уже особо вкладываться. Это эмоционально, энергетически. В общем, поэтому, я надеюсь, я немножко объяснила, почему меня так долго не было. И мы сегодня ходили смотреть квартиру, которую я нашла онлайн, конечно же. Там такие были красивые фотографии, что я уже неделю мысленно жила в этой квартире, понимаете. Я представляла, как я готовила на этой кухне, я представляла нашу новую спальню, я представляла свою гардеробную. И сегодня, когда мы пошли ее посмотреть, это просто было ожидание реальность. И у меня, знаете, как будто такое разочарование. Как будто вы влюбились в мужчину и в своей голове навешали на него кучу-кучу положительных каких-то качеств. Что он такой галантный, хороший, добрый, честный. А потом через месяц отношений. Дай бог, через месяц. Вы понимаете, что вы его просто-напросто идеализовали. Я пока не знаю, будем ли продолжать смотреть квартиры. Но смысл в том, что наша жизнь сейчас меняется. Просто нужно немножко подождать и посмотрим, что из этого выйдет. Так, что еще? Через пару недель мы летим в Турцию. Стамбул и Бодрум, надеюсь. Чему я просто несказанно рада. Поэтому у меня сейчас одновременно происходит три вещи. Это собирание чемоданов, продажа всего, что я вижу. И также я сейчас разгребаю свой гардероб. Я уже очень мало вещей оставила. Но по сравнению с тем, что было. Сейчас у меня образовывается а-ля такой капсульный гардероб. И это очень удобно. Я последние две недели живу просто припеваючи. Я не трачу больше, не знаю, наверное, двух минут, придумывая себе образ. Мы сейчас ожидаем наших гостей, которые будут помогать нам заканчивать всю еду в холодильнике и в морозилке. Мы им прямо сказали. Конечно, мы очень рады вас видеть всегда. Но приезжайте, помогите нам съесть мясо в морозилке. Поэтому я только что приготовила два килограмма мяса. Вторую порцию новостей обязательно расскажу позже. Ну что, доброе утро, новый день, новые гости. Мы снова ждем гостей. Я сейчас собираюсь. Чтобы вы понимали мое сейчас состояние. Я только что вместо сухого шампуня, которым я пользуюсь очень редко, может быть, там, не знаю, раз в месяц, схватила и чуть ли не попшикалась дезодорантом. Который, я даже не знаю, откуда он у меня взялся. Вот такой вот спреевый дезодорант вместо сухого шампуня. Вспомнила. Мне кажется, я это взяла из пилатеса. Потому что у нас обычно выставляют такие типа а-ля пробники, которые члены клуба могут спокойно взять на пробку. Кстати, мне очень нравится этот сухой шампунь. Тоже пользовалась этой фирмой. Но какие-то они раньше были такие, как будто еще хуже делали состояние волос. А этот, правда, освежает и делает очень даже презентабельный вид волос. Но, опять же, не советую пользоваться этим часто. Потому что, все-таки, во-первых, это спрей. Спреи не очень полезные для ваших легких, для вашего здоровья в целом. Ну и, конечно, там куча всяких ингредиентов, которые в идеале, ну, не нужно наносить на ежедневной основе на себя. Но, в любом случае, иногда такие жизненные моменты, когда вы прям готовы дезодорантом пшикать на свою голову. В общем, что я хотела рассказать. Пока меня не было на ютюбе, вы меня очень сильно мотивировали к возвращению на канал. Тем, что задавали вопросы под какими-то старыми видео, под шорсами. И в основном эти вопросы про уход, про макияж, про питание, про стиль и так далее и тому подобное. Очень интересно получается, потому что, когда я вернулась из Атланты, я думала, что я сниму видео. Я, кстати, снимала где-то дня, может быть, 3-4 свой рацион, что я ела, как я детоксилась. То есть, я вам рассказывала, что было очень много каких-то фастфудов, тяжелой еды, которые я не привыкла есть на ежедневной основе. И когда я вернулась сюда, я налаживала свое питание. И мне казалось, что это такая неплохая тема, потому что я знаю, что есть маленькая доля зрителей, которые пришли на мой канал с видео про РПП. Соответственно, скорее всего, это больная тема. И мне хотелось показать, что не заморачиваясь ни калориями, ни каким-то подсчетом КБЖУ. КБЖ... КБЖУ. В общем, не имея вообще никакие супер строгие ограничения, можно хорошо питаться, вкусно, полезно и при этом чувствовать себя хорошо и нравиться себе в зеркале. В общем, я поснимала дня 3-4. Потом я села и начала это монтировать. И потом подумала, блин, да кому это будет интересно. И, в общем, не просто не стала монтировать, а вообще взяла и удалила весь футидж. Фактически на следующий день и в ютюбе, и в инстаграме начинаю получать вопросы про питание. И расскажите, пожалуйста, как вы питаете. Просто со всей дури, ну мысленно, сделала себе огромный большой фейспам, потому что у меня уже был материал на эту тему, ответ на эти вопросы. Я просто взяла и удалила, потому что мне показалось, что никому это не будет интересно. И, в общем, к чему я это рассказываю? Потому что, если у вас есть какие-то вопросы или темы, которые вас интересуют, или идеи для роликов, то, пожалуйста, пишите в комментариях или пишите мне в директ. Но лучше в комментариях, потому что вы же хотите помочь мне с продвижением канала. И насчет, что вам интересно. Я знаю, что темы макияжа и ухода за собой, это одна из таких тем. Поэтому сейчас расскажу, чем я сейчас в последнее время пользуюсь для ухода. И также пару очень классных продуктов, декоративной косметики, которые я нашла в последнее время. Начнем с ухода. У меня вот такая вот новая баночка CEO Glow от Sunday Riley. Я этот продукт в своем блоге уже несколько раз упоминала, потому что это уже моя третья банка. Я очень-очень-очень люблю этот витамин С на маслянистой основе. Прям супер хорошо работает, дает такое красивое сияние, выспавшийся вид. Я его брала и в Palm Beach, конечно же. И, кстати, что очень интересно, я сейчас расскажу, насколько он патентный. Когда я записывала это видео с Алисой, мы сидели под открытым небом. И я забыла, да, такое тоже бывает, я забыла помазаться солнцезащитным кремом. Я настолько увлеклась разговором, что даже забыла надеть шляпу. В общем, после этого дня я знатно сгорела. Я была похожа на лобстера. У меня облазили все плечи, у меня лицо было красное. Я этой сывороткой помазалась в тот вечер и на следующее утро. И у меня буквально за два раза спала вся краснота. И, в общем, моя кожа выглядела гораздо-гораздо-гораздо лучше, чем могла бы, учитывая, насколько я сильно сгорела. В принципе, меня это не очень удивило, потому что я знаю, что это очень хороший продукт. Так, еще один любимый продукт, это вот такой вот спрей от Дабла с белым трюфелем, кажется. Этим я тоже буду пользоваться летом. Хорошо освежает, хорошо увлажняет. И можно даже поверх макияжа, чем я, в принципе, иногда занимаюсь. Хотела рассказать еще про вот эти вот два продукта. Это от моей любимой фирмы Allies of Skin. В этот раз мне компания прислала два продукта, вот такие вот. Это витамин С сыворотка. Что я имею в виду, когда говорю, что фирма мне прислала? Они меня попросили поучаствовать в их клиническом испытании, где я и некоторые другие участники пользуемся этими продуктами на протяжении всего месяца, каждый день. И следим за изменениями на коже. Вот, в общем, то, что я сейчас вам это рассказываю, совершенно не входит в условия этого проекта. Поэтому я просто вам рассказываю, потому что я люблю делиться с вами правдой. Вот это вот сыворотка витамина С. Она неплохая, и здесь хороший состав. И она, в принципе, даже неплохо работает в плане того, что обычно делает витамин С. Но я не думаю, что я буду тратить свои личные гроши на эту сыворотку, потому что она немножко по консистенции странненькая. В том плане, что может показаться, что она немножко липкая. Ну, как будто в сыворотку добавили мед. Поэтому, в общем, не знаю. Насчет крема под глаза, здесь есть витамин С, омега, пептиды, все такое проще. Мне понравился. Скажу честно, я не покупаю обычный крем под глаза, потому что, ну, хотя, может быть, уже скоро пора. Но я считаю, что в достаточно молодом возрасте крем под глаза, во всяком случае, мне не очень нужен был. Но я попробовала, мне очень нравится. Здесь очень удобный пампер, хорошая дозировка. В общем, вот это понравилось. Может быть, тоже куплю потом. Дальше всеми любимая сейчас тема, это модное слово липкомбо. Липкомбо означает комбинация для губ. Это обычно какой-то карандаш для губ и помада, или там блеск, или помада плюс блеск. Ну, в общем, какие-то комбинации продуктов для губ. Несмотря на то, что я постоянно покупаю новые помады и блески, я ими пользуюсь редко, потому что они не такие стойкие, как карандаши. Карандаши все-таки гораздо стойче. Ну, и плюс, у меня сейчас нет времени намазывать по 100-500 слоев, поэтому обычно, в общем, это карандаши для губ. И я всегда в поиске хороших нюдовых карандашей. Я вам уже рассказывала про вот этот и про этот. Это два моих go-to. Я нашла еще классные карандаши, которыми я готова с вами поделиться. Вообще-то их три, но я не помню, куда я положила другой. Первый карандаш от бренда Huda Beauty Lip Contour 2.0 в оттенке Honey Beige. Я, честно говоря, даже удивилась, насколько он стойкий, потому что я им намазалась. Вышла в пятницу на тусовку, и у меня губы были вообще как будто не тронутые. Хотя я и ела, и пила. Наверное, три тарелки суши съела. И, в общем, он супер-мега стойкий. У них очень много разных оттенков. Единственное, что он пахнет немножко, как, знаете, вот детские карандаши, которыми мы раньше рисовали, как crayons. Но меня это не смущает. В стойкости оттенок однозначно выигрывают. Вот. Дальше у меня два карандаша от бренда Buxom. Buxom. I don't know how to pronounce it. Карандаш называется Powerline. И оттенок этот Hush-Hush Hanna. А второй оттенок напишу здесь. Здесь не нужно ничего точить, все автоматическое, все по-новому. И, внимание, что очень классно. Если вы так же, как я, любите немножко растушевывать карандаш, я очень не люблю вот эти супер четкие контурные линии. Я всегда стараюсь немножко смягчить. А я всегда пользуюсь своим четвертым пальцем. Что, конечно же, не идеально, потому что, во-первых, это не всегда гигиенично. Руки могут быть не всегда чистые. Во-вторых, с растушевкой тоже можно перестараться. И тогда это будет выглядеть супер нелепо. Поэтому здесь есть кисточка. Этот оттенок Hush-Hush, он немножко более розоватый. Второй оттенок, который называется вот так вот, он немножко более коричневатый. Тоже очень красивый нюдовый оттенок. И последняя супер находка, это вот такой вот продукт от Charlotte Tilbury. Называется Flawless Filter. Это что-то среднее между тоном, бибикремом, может быть, даже бронзером. Он дает очень красивый сияющий оттенок. У меня в оттенке Medium 4.5, но немножко темноватый. Поэтому я его смешиваю с другими тонами, которые моего оттенка. В общем, супер классный эффект. Реально, как будто такой фильтр инстаграммный. Плюс еще сияние, я думаю, я еще возьму, но на оттенок светлее. В общем, вот такие вот новинки. Я пошла готовиться, но мы с вами не прощаемся. На следующий день я продолжила сборы и разобрала все вещи в туалете. Половину из них я выбросила, потому что знаю, что мы их точно не будем использовать. Другую половину убрала в коробке на хранение до того, как мы переедем. Также я помыла все спонжики, все кисти. И пока муж не увидел, сколько я всего выбрасываю, вынесла мусор. А после я пошла в зал. Я была полна решимости сделать силовую тренировку. Но, конечно же, как всегда, разленилась и пошла на беговую дорожку. Сейчас у меня нет возможности ходить на пилатес. Поэтому норму движения выполняю либо дома, либо в зале. Я только что полчаса, ну не полчаса, окей, а 10 минут сидела и рассказывала вам о своих мыслях, переживаниях, делилась тут. Потом решила посмотреть перед тем, как перекинуть все это на компьютер. И поняла, что весь разговор я сижу и разговариваю вот так вот. Потому что я нечаянно включила слоу-мо. Расскажу вам еще раз. Хотя, если честно, очень не люблю переснимать, потому что, мне кажется, это получается не так натурально и как будто не совсем даже искренне. В общем, в начале этого видео, когда я поделилась с вами, что мы переедем, я немножко недоговорила. Потому что я не люблю рассказывать, что будет в будущем. Не люблю рассказывать про планы. И также не люблю рассказывать о том, что возможно случится, возможно не случится. В общем, я люблю по факту. Во-первых, я хочу быть очень честной с вами и для полной картины того, что у меня сейчас происходит. И мое состояние, как я вчера чуть ли не попшикалась дезодорантом на свои волосы. Есть объяснение. Плюс канал маленький, поэтому как будто все свои. Это не только потому, что мы переезжаем и на носу у нас большое путешествие. Есть вероятность, что мы уедем, что мы переедем не просто в другой дом, а в другой штат. И с одной стороны, для контекста, я всю свою жизнь, всю свою сознательную и даже несознательную жизнь с младенчества, я постоянно переезжаю. То здесь живу, то там живу. Переезжаю в новые города, в новые страны. Поэтому я, в принципе, стараюсь не привязываться к местам и достаточно легко, с энтузиазмом переезжаю в новое место. Когда у нас стал вопрос переезда и перспектива переезда в другой штат, я подумала, ну, мне все равно, потому что, в принципе, если есть муж рядом и мой ребенок, все живы-здоровы, то мне все равно. И так это и есть. Я знаю, что точно, что бы ни случилось, если мы все вместе, то I'll be ok. Чем больше я представляла этот переезд, что я оставлю свою жизнь, которую я уже нажила в Чикаго и перееду в новое место, нужно будет практически с нуля обустраивать свою жизнь заново, то мне стало немножко не страшно, но грустно. Потому что только вот сейчас я поняла, что у меня на самом деле есть неплохое комьюнити уже здесь, которое я создала вокруг себя. То есть, если, например, аналогию с домом приводить, то не то, чтобы тебе нужно целый дом перестраивать, потому что фундамент уже есть. Это я, это моя личность, это понимание того, кто я, что я. Есть уже семья, это, так скажем, крыша и каркас. Ну вот, например, нужно стены поменять, нужно поменять окна, нужно поменять пол и так далее и тому подобное. Это огромная большая работа, которую никто обычно не хочет начинать. Я уже говорила, я очень благодарный человек, я всегда отношусь с благодарностью ко всему, что у меня есть. Даже когда у меня было меньше, чем сейчас, я все равно была очень благодарна. Но с пониманием того, что, возможно, скоро я уже не буду видеть так часто своих подруг, не буду так часто гулять в этих определенных местах. Я обожаю гулять по речке, по озеру, по некоторым паркам в Чикаго. Я как будто начала ценить это еще в два раза сильнее моей подругой близкой. Мы с ней начали чаще встречаться, даже вот с мужьями недавно виделись, на двойное свидание ходили в очень классное место. Все шикарно отдохнули, мы столько смеялись, столько танцевали, столько веселились. Так интересно, потому что мы с ней уже несколько лет живем практически с соседями, она в трех минутах от меня. И пока мы не знали, что мы, возможно, переедем в другой штат, как будто все так спокойно, всем лень куда-то идти, всем лень организовывать, всем лень выходить из дома. А как только ты понимаешь, что скоро этого, возможно, и не будет, то ты начинаешь так активничать. Мне очень интересно, это только у меня так или у вас тоже. Я уверена, что хоть кто-то из вас сейчас понимает, о чем я говорю, и, возможно, вы тоже когда-нибудь это испытывали. И в связи с этим я хочу вас попросить кое о чем. Если вы досмотрели до этого момента, то, пожалуйста, поделитесь в комментариях одной вещью, за которую вы благодарны, и что вы цените, что случилось в последние семь дней. Объясню почему. С того момента, когда я начала ценить все в двойном, в тройном размере, все, что у меня есть, у всех людей, я стала гораздо, гораздо счастливее. И это уже ни для кого не секрет, что благодарность – это прямой путь к счастью. Самые счастливые люди на этой планете – это те, которые благодарны. Я пошла, поделаю дела на компьютере, надеюсь, еще успею смонтировать влог, пока я мельсняни, и очень надеюсь, что завтра вы уже увидите этот влог. Спасибо вам за просмотр, целую, пока-пока.